Слава Господу! Сегодня мы имеем время, чтобы рассуждать над Словом Божиим, чтобы... И то, что брат делился, вот в свои года он имеет опыт хождения с Господом, и это ценно. У каждого из нас есть какой-то опыт хождения с Господом, это очень ценно. Когда не просто мы читаем Слово Божие, но пережив что-то в жизни и, знаете, прилагая усилия жить по Слову Божьему, приобретаем опыт. Приобретаем опыт и уже, знаете, когда пройдем что-то, это верно так, апостол Павел говорил, что мы уже хвалимся и скорбями. Потому что они прошли какой-то опыт, и они могут тем утешением, которое они получали от Господа, будучи вот в этих испытаниях, искушениях, вот этих приключениях, которые с ними были, да, они теперь знают, как утешать других. Почему знают? Потому что в этих, знаете, секрет и суть этого всего, знаете, в чем? Я думаю, знаете. А просто хочу напомнить. А секрет победы христианина в том, что, знаете, не в том только, что он прошел эти испытания, а что он в этих испытаниях был с Господом. Что вот в этих испытаниях он держался за Господа. И вот только держась за Господа, можно, получая от Господа, уповая на Господа, получать наставление, утешение, получать от Господа силы. И вот проходя с Господом искушение, если без Бога, ну что ж, знаете, будешь возвращаться на то же самое и не будешь понимать, что делать дальше, тем более подсказать кому-то. А если с Богом прошел, и Бог тебя утешал, то ты уже утешаешь не своей мудростью, ты говоришь не свое слово, а ты утешаешь и говоришь то, что тебе Бог дал. Поэтому пусть Бог поможет нам, какие бы ни были обстоятельства, стремиться к Богу. Исайя 60 глава. Давайте вместе откроем, еще прочитаем. Исайя 60 глава. Восстань. Недавно эти слова читались, они коснулись моего сердца, дали плод к рассуждению. Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою. Ибо вот тьма покроет землю, и мрак народы, а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою. И придут народы к свету твоему, и цари к восходящему над тобою сиянию. Слава Богу. Ну, конечно, мы можем сказать, да, конечно, несомненно, это еще сбудется, это еще будет в жизни народа израильского, еще будет сбываться, когда они обратятся к Иисусу Христу. Будет. Будет. Но, я хочу сказать, эти слова сбываются и по сей день, и в свое время они уже сбылись, и оно продолжается. Вот этот свет, он как явился, и мы читаем об этом 9 глава Исаии. Посмотрите, у пророка Исаии очень часто, обратите внимание, когда будете читать пророка Исаии, я обратил внимание на что, что очень часто Господь через пророка Исаии употребляет вот это слово свет. И в каком значении он употребляет, именно говорит Господь о свете, и о тьме говорит тоже. И посмотрите, 9 глава пророка Исаии, с 1 стиха мы читаем такие слова. «Прежнее время умолило землю Заволонову и землю Нефалимову». Это там север Израиля. «Но последующее возвеличит приморский путь за Иорданскую страну Галилею Языческую. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий, и на живущих в стране тени смертной свет воссияет». Свет воссияет. Что за свет? Откуда пришел свет? Откуда берется свет? Мы понимаем, что если Бог через пророка говорит о каком-то свете, которого не было на целой, ну, в каком-то месте была тьма. И ясно, что дело не в том, что солнце, которое светит. Потому что каждый день солнце восходит и заходит, правда? И есть вот этот свет солнечный. И люди его видят. Речь идет о другой тьме и о другом свете. И дальше пророк Исаия продолжает. 6 стих и 7. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, то есть на плечах, и нарекут имя ему чудный советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира». То есть тот, который мир дает. Покой. «Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдой, отныне и до века ревность Господа Саваофа садила это до этого места». Посмотрите, о ком идет речь. Я думаю, что все вы понимаете, правда? В Евангелии от Иоанна в первой главе написано, в начале было Слово, да? И Слово было Богом, с Богом, и Слово было Бог. Правда? А потом написано дальше, что был свет истинный, который что делает? Просвещает всякого человека, приходящего в мир. И говорится, что он пришел в мир. И дальше говорится, что этим светом является кто? Иисус, Бог, явившийся во Христе Иисусе, воплотившийся в Сыне Божьем. О чем говорит Исаия? Сын дан нам. Вот это свет великий воссиял на тех людей, которые жили во тьме. И вопрос, что за тьма такая, которую надо просвещать светом? Я хочу сказать на основе Слова Божьего, и тот же пророк Исаия, не буду все эти места читать, утверждает Господь через Исаию, что тьма – это заблуждение. Другими словами, тьма – это когда, ну, там, где нет света, вот это тьма, да? Свет – это истина. Свет – это истина. Светом является сам Господь, потому что Он есть истина. Светом является Дух Святой, потому что Он есть истина. И где приходит свет, там, ну, вот, была тьма, и включили свет, то что? Мы начинаем видеть. Там, где было темно, там ничего не было видно и понятно. Свет, когда включается, становится что? Ясно и понятно все. Где свет, там приходит понимание, там приходит ясность. Вот, знаете, слово, даже само слово «ясно», да? Что означает? Солнце, свете, говорят, ясно. Знаете, и для... А когда приходит истина, то для людей становится ясно. Много чего становится понятно. Все становится открыто и явно. Там, где приходит истина Божия, куда приходит Господь, Он выявляет что-то, да? То, что раньше было не видно, непонятно, спрятано. Бог берет и открывает вот это все. И показывает. И говорит, вот так на самом деле дела обстоят. И там, где люди во тьме, они не знают, они не видят и не понимают, что вокруг них на самом деле происходит. Где они находятся, да и в каком состоянии. Попробуйте рассказать, вот тьма, нету света. Попробуйте определить, во что одет человек, который рядом даже с вами находится. Да вы себя даже не знаете, ну, знаете, что одевали. Но посмотреть на себя вы не сможете. Может, где-то там грязь капнула. А вы не знаете, потому что вы же не видите. Но если включить тут лампочку, да, свет, как только включили, сразу, а, так все понятно. Вот оно. Знаете, свет имеет такое свойство. И я бы хотел бы сегодня вкратце напомнить о том, о чем учил Иисус. И о чем, и немножко заметить, о чем Господь говорил через пророка Исаии, вот там в 60-й главе, восстань и что делай? Светись. Кто светись? Я скажу, это слово не только к Иерусалиму, тем более Иерусалим там идет, вон, видите, в скобках таких квадратных. В оригинале его там нету, но подразумевается как бы. На самом деле, восстань, светись, это каждому, кто читает Слово Божие, каждому, кто приходит к Богу, вот это слово обращено. Восстань и светись. Восстань еще, если мы берем, ну, я взял с оригинала, посмотрел, что там, восстань, что значит восстань. Это буквально поднимись, да? И вот это слово, это то же самое, что когда Иисус зашел и лежала умершая девочка, да? Вот Он ей сказал, Талифа, что сделай? Куми. Да? Вот это куми, вот это и есть, вот это восстань. Другими словами, воскресни. Когда сирийцы там, ну и другие арабы, я слышал это пение, они празднуют воскресение Христа и тоже кричат, Христос воскрес, они именно вот это слово, восстал, Христос восстал, кричат. Это на ихнем языке именно так, и на иврите тоже. Поэтому восстань, это воскресни. И что для тех, которые пришли ко Христу, и те, которых Бог оживляет, то, говорит, теперь ты светись, ты будь светом. Говорит, вы, говорит Иисус, что? Кто? Вот теперь вы, а кто? Те, которых Бог воскресил, которых Бог возродил, которые пришли к Иисусу, Он говорит, я вас воскресил, а теперь вы становитесь светись светом миру. А почему так? Откуда у нас этот свет? Почему? Где мы взяли этот свет? Его же не было. Говорит, потому что пришел свет твой. Мой свет пришел ко мне. Слава Господня взошла надо мною, и поэтому я могу светить, светить для окружающих людей. И поэтому я могу быть светом, не потому, что я был способен к этому. Я не был способен. Я в себе этой силы не имею, по сути. Как брат сегодня говорил, что внутри меня что-то живет такое, которое не дает мне светиться. Вот эта тьма, кусочек, знаете, вот этот грех, который когда-то вошел в людей. Но чтобы загореться и стать светом для окружающих, достаточно, знаете чего? Когда стоит, ну, помните, керосиновые такие лампы? И она же сама по себе никогда в жизни не загорится. Надо, знаете, что сделать? Взять свет в руки, извне принести этот свет. Сама по себе она не горит. Но когда ты берешь свет и поджигаешь ее, а дальше что она делает? А она становится светильником и светит всем в доме. И уже она служит. А так бы она не загорелась. Вы знаете, причина, как можно стать светом для окружающих, это только, когда приходит свет от Господа. Это только, когда Господь меня воскрешает, Бог меня подымает. Господь свой свет. А что это за свет? Это Слово Божие. Светильник ноге нашей. Помните? И свет стезе нашей – это что? Слово Божие. Слово, говорит, Твое. Слово Христово. И вот когда мы слышим Слово Божие, в нас приносится этот свет. Пришел свет твой. Как он пришел к нам? Почему люди увидели свет великий, когда Христос пришел? Наверное, там светло стало или что такое? Свет великий пришел, когда Христос начал проповедовать. Правда? Когда начал говорить Слово Божие. И вот когда приходит истина Слово Божие и начинает людям доходить, у них глаза открываются, свет над ними восходит. И говорит, ходите, пока с вами есть свет. Вот это, говорит, был свет истины, который что делает? Просвещает всякого человека. Слово Божие – это такой свет, который не только какие-то внешние моменты наши показывает и помогает убрать. А Он, говорит, просвещает. Он показывает внутренность нашу и помогает и там навести порядок. Это такой свет. И говорит, и вот ты можешь быть светом. Еще пятая глава Матфея, 16 стих. «Так досветит свет ваш» – Иисус проповедует на горной проповедь – «пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли кого?» А почему Отца Небесного? Что это такое? Что люди могут… Вы знаете, что в этом мире, ну тоже люди иногда добрые дела делают. И бывает, что людей даже хвалят. Но вы знаете, что можно сделать? Какие добрые дела? Вот скажите, какие добрые дела, чтобы увидели люди и прославили Отца Небесного? Что за такие добрые дела? А когда мы по правде поступаем? Даже там, где нам невыгодно это. Вот это добрые дела. Вот нам невыгодно, а мы поступаем по Слову Божьему. А мы поступаем по правде. Они говорят, как? Это не по-людски. Почему? Да потому что… А ради чего? Ради Господа. И люди понимают, это только ради Бога человек может так поступать. Это только перед Богом так можно ходить. Просто ради себя – нет. Это перед Богом. Это значит, вот оттуда пришло к нему вот это, что он так поступает. Это Слово Божие ему дало возможность, силы и мудрости, именно и разумение, что вот так он со мной поступает. Я был несправедлив, а он ко мне справедлив. И как понять? А это свет. Вы знаете, наши дела, которые… И не только что мы… Ну вот мы сделали. Вы знаете, светом, я обратил внимание, и я прошу, Господи, меня преображай. Вы знаете, светом является Слово, которое мы тоже говорим людям. О чем мы с ними говорим? Интересно. Мы поддерживаем их в каком-то слове, которое Богу не угодно. Продолжаем с ними беседу на эту тему или нет? Или же, а как мы с людьми поступаем? Видно ли у нас, что у нас любовь? Мы добры к людям или нет? Радость у нас есть? Мир у нас есть на сердце? Или мы бушуем вместе с этим миром? Там бушуют, там неспокойно, а и мы тоже, нас мотыляет, зацепиться не… или мы все-таки стали на Христе? Я говорю, я молюсь, Господи, помоги мне таким быть крепким. И люди, увидя, что мы поступаем не так, как они, не так, как они, и посмотрев на то, что у нас как-то… мы проявляем другой характер, у нас другая реакция на обстоятельства. Любовь, радость, мир, долготерпение. Уже никто не вытерпел, а у нас что-то еще продолжается, а мы еще как-то терпим. Благость – это доброта, милосердие, вера, а мы еще надеемся на Господа и говорим, а я все равно верю. А я знаю, что Господь со мною, да? Кротость, воздержание. Пусть Бог поможет нам всем, чтобы в нас это росло, чтобы вот этот свет… А для этого нужно что делать? Питаться от источника благодать. Правда? Для этого нужно, чтобы Господь нас… Знаете, никто не может принести вот доброго плода. Иисус говорит, я лоза, а вы ветви. И вы, говорит, не можете сами по себе приносить добрый плод. Вот, знаете, вот я сам, я сейчас буду… Нет, питайся от источника. Приходи к Господу, нуждайся в Нем каждый день. Ты нуждаешься, чтобы Бог тебя укрепил каждый день. Ты без Него сегодня не сможешь, завтра тоже не сможешь. Каждый день приходи к Нему и проси Господи, проведи меня. Господи, дай мне преображение Твое, чтобы я мог действительно быть светом, чтобы я похож на Тебя стал. Господи, Ты являешься светом. Помоги мне тоже таким являться. Поэтому, и вот когда, вы знаете, Писание говорит, вот обетование, мы же хотим, чтобы люди приходили к Богу. Я думаю, все хотят, которые верующие во Христа. Он говорит, вот если, говорит, восстань и светись, да, тьма покроет землю. Она так и есть. Мрак народы. А над тобой воссияет Господь. И слава Его явится над тобою, когда мы будем во Христе Иисусе, слава Господня воссияет. Его слава. Мы сами по себе этого, знаете, не родим, не изобретем. Это не наше. Это нужно брать свыше. Каждый день. И что тогда произойдет? И третий стих вот будет исполняться. И придут народы к свету Твоему. Если пребудем в Слове Божьем, придут народы к свету Твоему. И цари к восходящему над тобой и сиянию. Мы молимся за царей, Господи, там в разуме и все. Если мы будем светом, даже и цари будут приходить. если они увидят, что там свет, что там Бог. Поэтому пусть Бог поможет. Я думаю, мы об этом помолимся и о наших нуждах. Братья и сестры, давайте помолимся о том, чтобы нам быть... Знаете, не разочаровывайтесь. Если вы увидели себя где-то не совсем светом, пусть ваши руки не опускаются. Это повод прийти и приходить еще чаще к Господу. Еще ближе быть с Господом. Значит, надо поправить свои светильники. Правда? Если мало света от нас, значит, надо поправить что? Светильники. Значит, давайте... Это не для уныния говорится, а для того, чтобы мы задумались и поправили светильники.